МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Похищение дежурного офицера. Во всём виноваты пришельцы. Они были такого зеленоватого цвета, как армейские УЗК. Предупредительный удар. НЛО обезвредило боеголовки. Мы потеряли возможность запускать эти ракеты. Все десять, одну за другой. Бионерская правда. Инопланетный десант на берегу. Шары летали, из них выходили существа безголовые и ходили по полю. И дачники против гуманоидов. Кто победил? Я взяла гвоздодёр в руки и стою, говорю, я ещё вот так вот просто не сдамся, мы ещё повоюем. Роберт Саллас, офицер ВВС США в отставке. В годы Холодной войны он стал свидетелем чрезвычайного происшествия, тайну которого расследует до сих пор. После того, как военно-воздушные силы рассекретили рапорт об этом инциденте, он лично собрал десятки свидетельских показаний. И лишь совсем недавно Роберт Саллас обнародовал свою историю в прессе. Инцидент, в котором я участвовал, произошёл 24 марта 1967 года. Я был офицером ракетных войск и служил на военной базе «Маунстром» в штате Монтана, которая находится неподалёку от Грейт Фоллс. Как тогда, так и до сих пор во многих местах в штате Монтана были разные ракетные шахты. Мы работали в Центре управления запуском, где контролировали 10 ядерных ракет. Как вспоминает Роберт Саллас, его смена заступила на пост, который находился в Центре управления запуском на уровне 20 метров под землёй. Наверху за установкой следило ещё шестеро солдат. Один из них позвонил в Центр. Трубку взял Саллас, тогда ещё лейтенант. Он сказал, что они видят какие-то странные огни в небе, и что эти огни летают на фантастических скоростях. Внезапно останавливаясь, изменяя курс, делая повороты на 90 градусов. Огни не издавали никаких звуков. И я даже сказал, что ты имеешь в виду, как НЛО. Потому что были какие-то отчёты об НЛО, репортажи были в газетах. Он ответил, что они не могут объяснить то, что происходит, просто наблюдают странные огни, не самолёты, и отчитываются об этом. Я сказал спасибо и повесил трубку. Примерно через пять минут он перезванивает снова и просто кричит. Он был очень испуган. По словам Часового, в воздухе перед главными воротами базы висел объект. Он выглядел, как светящийся изнутри овал длиной не менее 13 метров. НЛО излучал яркое красно-оранжевое сияние. Все часовые были выведены наверх и стояли с оружием на готове, как предписывает устав. Но никто не знал, что делать дальше. Роберт Салас побежал будить командира, у которого было время отдыха. Мельком он взглянул на информационную панель, где отображался статус ракет. Индикаторы горели зелёным цветом. То есть ракеты были готовы к пуску. И тут внезапно раздалось множество тревожных сигналов. И огоньки ракет начали сменяться с зелёного на красный, один за другим. Что значит, что мы потеряли возможность запускать эти ракеты. Все десять, одну за другой. В то время, как этот объект был всё ещё над нами. Так не должно было произойти. Военные ничего не понимали. Система запуска ракет была очень надёжной и не давала сбоев. Поломка не могла быть вызвана проблемой с электричеством. Как выяснилось позже, отключение ракет произошло из-за ошибки в электронной системе наведения и контроля. Но как это случилось, если всё управление было под полным контролем офицеров в подземном бункере? НЛО улетел, а офицеры доложили командованию. Выяснилось, что такой же инцидент произошёл на соседней базе неделей ранее. Никто не знал, что думать. Для меня было очевидно, что этот объект был ответственен за отключение ракет. Ракеты были выведены из строя через воздействие на систему наведения и контроля. Чем-то, что способно было послать сигнал сквозь 20 метров земли и бетона, проникнуть в кабель тройной степени защиты, который соединял ракеты с нашим центром управления запуском, и послать очень точный сигнал к каждой из ракет. Там произошла одна и та же поломка, которая состояла в отказе в системе наведения, что представляет собой что-то вроде гироскопической системы. Это было до GPS и подобных вещей. Так что это был вполне фантастический трюк. Роберт Саллас хорошо подготовился, прежде чем публично утверждать подобное. Он раздобыл документы и показания свидетелей, чтобы в случае чего отстоять свою позицию в суде. В ходе собственного расследования ему удалось выяснить, что в те годы НЛО активно интересовались ядерным арсеналом США. Сегодня Салласу известен целый ряд хорошо задокументированных происшествий. Однажды НЛО отодвинул 20-тонную крышку ракетной шахты. В другой раз вышли из строя целых 50 ракет. Было объявлено, что виной тому стала компьютерная ошибка. Но свидетели видели над шахтами зависшийся горообразный объект. Почему это происходило? Я думаю, что это было сообщение. Это не было нападением как таковым. Даже при том, что они отключили ракеты, они не повредили их в какой-либо значительной степени. Мы могли восстановить работоспособность ракет в течение дня или двух. Однако они показывали, на что они способны. То есть отключать наши ядерные ракеты. Так что для меня это было просто сообщение нам. И я считаю, что смысл сообщения был такой. Избавьтесь от своих ядерных ракет. Но кто эти загадочные «они», летающие на фантастических аппаратах? Может ли быть, что некая держава уже тогда изобрела столь передовые технологии? Американцы сначала думали, что НЛО — это советские корабли-шпионы. Имел ли СССР такие секретные разработки? Логично спросить у ветеранов отечественной авиации, которые тоже утверждают, что имели дело с НЛО. Александр Загоренко — летчик-истребитель. Летал на Су-27. По его словам, радары часто фиксировали неопознанные аппараты в воздушных коридорах и над военными аэродромами. Но для советских средств ПВО это были чужие объекты. На данный момент я знаю, что самолётов со скоростью, скажем, как определили тогда, в пределах 7-8 тысяч у нас ещё нет. И которые могут летать в диапазоне от нуля, то есть зависать, менять скорость, увеличивать до 7-8. Ничего подобного нет. Хотя чаще всего НЛО не отражались на радиолокационных системах, однажды Александр Загоренко совершал учебно-тренировочный полёт по перехвату воздушной цели. Внезапно его напарник доложил, что по курсу видит посторонний объект, а земные радары его не фиксировали. Все самолёты вернули на землю. И вот что рассказал напарник Александра. Он мне писал, что он шёл чуть выше, то есть он его увидел на фоне неба. Чёрный, как он выразился, матовый большой треугольник, типа утюга, вот так он его прозвал. И какие-то светящиеся, он назвал прожекторы с лучами по краям. Ну, дальше подошёл командир полка к нам и сказал, что случилось, мы объяснили, так и так, но нам посоветовали забыть об этом и не говорить. Галина Смагина 30 лет посвятила гражданской авиации. Пятикратный мировой рекордсмен, она завершила лётную карьеру командиром Ту-134. Никогда ранее она не рассказывала о странном случае во время одного из рейсов в Курган-Москва. Ед в районе Челябинска, экипаж, бортмеханик, штурман, друг, замечают, что параллельно с нами движется какое-то тело. Оно обозначено было светящимися огнями, двигалось с одной скоростью с нами. Конечно, были очень удивлены, потому что за этим диспетчера же следят очень строго. Ну, диспетчеров спросили наземных, есть кто-то в зоне? Нам говорят, у нас никого нет, кроме вас. Мы вышли на вояк, спрашиваем их, у вас кто-то летает в зоне? Нет, никого нет. Странно. По словам Галины Смагиной, экипаж перевёл управление с автоматического на ручной режим. Команда приготовилась к любым неожиданностям. В кулуарах лётчики иногда рассказывали, что появление НЛО грозит чем угодно. Есть случаи, когда после с ними общения, ну не общения, а столкновения и вот нахождение в одном пространстве с людьми происходили положительные изменения, а были случаи, когда отрицательные изменения после этого были. Рассмотреть этот объект не удалось, было слишком темно. Он летел рядом с самолётом довольно долго и заставил понервничать. И вдруг в какой-то момент этот объект, как его назвать, включает, видимо, как форсаж и на огромной, в общем-то, скорости от нас уходит вперёд. Мы только видим одни светящиеся огни, как работающего двигателя сопло, работающего двигателей. И на достаточно приличной скорости он от нас уходит. По мнению всех, кто имеет отношение к авиации, отличить НЛО от самолёта или спутника можно по трём критериям. Первый — движение. Самолёт не может за пару мгновений набрать скорость в пару тысяч километров в час. Тем более сменить направление движения на 90 и более градусов. По моему мнению, а я работал с летательными аппаратами большую часть своей жизни, это не могут быть летательные аппараты, созданные на Земле на основе наших технологий. Второй — форма аппарата. По известным нам законам аэродинамики, для полёта в атмосфере тело должно выглядеть как самолёт. Однако неопознанные объекты похожи на всё, что угодно. Они летают бесшумно и излучают необыкновенное яркое свечение. Были разработки и у нас, и в других странах, и в Америке, летательный аппарат в виде тарелки. Ну, так извините, это обыкновенный вентилятор, ну, скажем, вертолёт. Он шумит, он плохо управляет. Ни о каких скоростях там в 600, в 500, ну, речи быть не может. И самый главный критерий — универсальность аппарата. Сегодня из рассекреченной аналитики военных ведомств понятно, что НЛО без проблем перемещается в трёх средах — водной, воздушной и безвоздушной. Моряки, подводники, надводные гражданские суда видели, как из воды выходили летательные объекты. То есть, значит, они плавают под водой, перемещаются под водой, переходят в воздушную среду, то есть выходят, летают по воздуху и уходят в космос. То, что летает в воздухе, летать в космосе не может. Это разные силовые установки. То, что плавает под водой с приличной скоростью, не учитывая сопротивление воды, оно ещё больше, чем в воздухе, тоже такого быть не может. Если ни русские, ни американские корабли так не могут, чьи же это аппараты? Остаётся вывод, к которому приходит любой, кто исследовал феномен НЛО. Эта штука обязана была быть не с земли, внеземная. Я до сих пор так считаю, что это был внеземной аппарат. Тогда что это? Десант наблюдателей, разведка перед вторжением или мониторинг ситуации? О природе загадочных объектов исследователи уже сделали предварительные выводы. Они проанализировали места появлений и действия странных аппаратов. Неземной технологии, это 100%. Они возникают именно там, где объекты военные сопряжены с военной техникой, с вооружением. Но раньше их чаще там видели. Остаётся понять их цели. Юлия Вопсева возглавляет исследовательское объединение «Вологда-космопоиск». По её многолетней практике НЛО не особенно интересуются людьми. Скорее, они проявляют внимание к планете или ведут какие-то свои изыскания. По информации, полученной от очевидцев, данные объекты, они не проявляют никакого ни интереса к людям, ни агрессии. То есть они просто, получается, как бы в определённом месте появляются, выполняют какую-то свою функцию и дальше исчезают. То есть если человек не идёт на контакт с ними, они, соответственно, никакого интереса не проявляют. Но иногда людям по долгу службы приходится идти с ними на контакт. Александр Ковылков – военный корреспондент. На его счету десятки командировок в горячей точке и сотни репортажей о ходе боевых действий. Он по-офицерски точен в фактах и привык перепроверять информацию. Тем более ценен его рассказ о невероятном событии, происшедшем в ночь на 7 ноября 1989 года. Капитан Ковылков был заместителем командира ракетной части под Красноярском и в те сутки дежурил. Он совершал обход территории. Луна ещё светила ярко, но сгущались тучи и начиналась метель. Я увидел три силуэта. Они были такого зеленоватого цвета, как армейские языка. Они стояли, просто стояли. Два довольно-таки высоких силуэта. Один поменьше. Трое незнакомцев находились в 70 метрах от офицера. Сразу бросилось в глаза, что они выше людей. Их рост был не менее двух с половиной метров. Я скомандовал, как предписывают все уставы и наставления. Стой, кто идёт, стой, стрелять буду, полез за пистолетом. Услышал какое-то шипение, удар в грудь. Всё, что происходило дальше, замкомандиры наблюдал будто со стороны. Он увидел своё тело, которое летело по извилистому туннелю. Затем оно оказалось в комнате, ярко залитой ослепительным белым светом. К нему приблизились трое существ. Они были похожи на тех, которых офицер видел на территории части. Тело лежало на столе, типа как в операционной. Вот. Лежало лицом вниз. Опять же, при портупее, в шинели. Вот по ощущению я помню, что от стола исходил холод. Потом в этом помещении откуда-то появились три объекта. Два, где-то под два метра двадцать, может, два пятьдесят ростом. Третий поменьше. Александр Ковалков утверждает, что один из гуманоидов подошёл к его телу и открыл черепную коробку. Офицер даже увидел свой мозг. Сероватое, желеобразное вещество. Затем туда были вставлены несколько тонких иголок с индикаторами. Очнулся я от того, что я сидел в части, за столом дежурного по части. Вот. Младший сержант Ивашина и рядовой Мамедов. Они приводили меня в себя. Брызгали в лицо воду, били по щекам. Вот. А Мамедов, он плохо разговаривал по-русски, он всё причитал. Капитана, капитана, очнися, очнися. Сослуживцы были в полном шоке. Они не понимали, как ушедший на обход капитан Ковалков очутился в хорошо охраняемом помещении. Дверь была закрыта изнутри. Но это было только начало всеобщего переполоха. В часть влетел командир и грозно осведомился, что происходит. Пока офицеры раздумывали, что и как рассказать, командир поведал, что видел огненный столб и нечто уходящее вверх. Он был уверен, что взорвалась котельная. Наедине Ковалков доложил, чему стал свидетелем. Командир не поверил и решил добыть улики. Мы, значит, вышли из казармы, пошли по моим следам. А как раз снежочек, такой лёгенький снежочек выпал, и следы было видно хорошо. То есть, как вот я шёл, дошёл до котельной, прошёл от котельной, и метров 50 от котельной на дороге, которая ведёт к автопарку, следы обрываются. Вот шёл человек, остановился, и нет его. Самое интересное, что в последних следах Ковылкова командир части нашёл каблуки от его сапог. Эти самодельные кожаные каблуки ранее были прибиты к подошве медными гвоздями. Как они отвалились? Когда каблуки нашли, гвоздей уже не было, а по центру шла прожжённая дыра. Мы долго стояли, всё, командировали, никому, ни слова, не дай бог, молчать, рот заткнуть. Потому что тогда существовало распоряжение главного штаба, генерального штаба, о том, что все вот такие вот явления аномальные, они должны немедленно были докладываться наверх. А раз ты доложил наверх, то к тебе свалится комиссия. После этого случая Александр Ковылков долгое время мог безошибочно предсказывать погоду и основные события в стране. Потом эти способности исчезли. Когда и в какие периоды над землёй появляются НЛО? 1989 год почему-то был особенно урожайным на подобные факты. Возможно, причиной стало снятие негласного цензурного запрета в советских СМИ на публикацию статей о непознанном. И тогда же небольшой и неспешный городок Харовск, разросшийся из полустанка Северной железной дороги, приобрёл всесоюзную известность. По странной случайности, именно там произошли события, заслужившие пристальное внимание учёных и журналистов из Москвы и Ленинграда. Прозвучал репортаж по программе «Время» в конце программы, да? А после этого вообще все поехали сюда. И вот эта деревня Конанцева, вы понимаете, там буквально у каждой бабушки полный чердак вот этих любителей, исследователей, не исследователей, любопытных людей. Это было такое нашествие. Если бы не Анатолий Михайлов, тот случай стал бы просто ещё одной городской легендой, а не научным феноменом. Сегодня он читает газету, которая пишет о нём и его семье. А ведь не так давно он сам издавал её, долгие годы подряд. С его первой заметки поистине сенсационной всё и началось. Анатолий Анатольевич прекрасно помнит хронологию тех событий. Ну, это было 7 июня 1989 года. Конец рабочего дня. Вот так ребятишек, 5 человек, заходят в редакцию и идут к редактору. Что вот мы вчера видели что-то такое необычное и очень коротко ему так сказали, что вот шары летали, из них выходили существа безголовые и ходили по полю. Ну, редактор их послушал, послушал и говорит, не знаю, я что-то, ребята, вас тут плохо понимаю, идите к моему заместителю. А я был в то время заместителем редактора. Вот как сейчас выглядит место загадочного происшествия. На окраине города, на берегу реки, купалась ватага ребятишек. Они уже уходили домой, когда увидели в небе жёлтую светящуюся точку. Она быстро опускалась и росла в размерах. Несколько девчонок помладше испугались и убежали. Остальные наблюдали диковинное зрелище. Этот шар опустился, параллельно земле пролетел, ближе к кустам, потом разделился на две половинки. Вот один говорит, он как апельсин, разрезан ножом пополам. Другая говорит, он как грецкий орех большой и так расколот. Сегодня, четверть века спустя, многие из тех детей покинули родной город. Но Марина Ширяева по-прежнему живёт недалеко и согласилась показать нам место событий. Компания ребят стояла вот здесь же, по другую сторону реки, метрах в двухстах от приземляющихся аппаратов. Четыре шара всего было в целом. И каждый постепенно отпускался. Сша первый отпустился, потом второй. Всё на разные места отпускались. И как они отпускались, они сразу открывались, как скорлупа яичная. И оттуда как бы появилось что-то. Издалека не видно кто что-то. Вышка эта трансформаторная там стоит и стояла. И вот по сравнению с этой трансформаторной вышкой, они были выше её. Как потом выяснилось, где-то около трёх метров как бы. Дети позднее повторят свои показания десятки раз, в том числе под гипнозом. Все они видели одно и то же. Как из опустившихся шаров выходили огромные, но абсолютно плоские фигуры. Очертаниями они походили на людей, но будто без головы. Школьников потрясло увиденное. И они хотели непременно всё кому-нибудь рассказать. Родители не поверили. Вот эта сверхцивилизация, которая посещает Землю, и может быть она отбирает кого-то именно для контакта, ищет таких людей, которые способны воспринимать ту информацию, которую они могут передать. Почему они выбирают часто детей? Потому что у ребёнка психика, она ещё ничем не загружена. И он очень легко отходит вот от этого восприятия, которое он получает именно в процессе этого контакта. Но это были советские пионеры, готовые стоять за правду до конца. И ребята пришли в редакцию. Вот по их глазам, по их поведению, они были такие возбуждённые. Они так рассказывали, перебивая друг друга, что, в общем-то, вот не поверить было невозможно. Но меня тоже любопытство взяло вверх. Я взял фотоаппарат. Я говорю, пойдёмте вот на этом месте тогда. И мы все вместе пошли. Но Анатолию Михайлову, как позднее и десяткам учёных со всех концов Союза, не удалось найти на месте событий ни одной улики. Исследователи работали с детьми, замеряли магнитное поле и радиацию, брали образцы почвы. Все учёные, которые сюда приезжали, все наложники, все исследователи, в общем-то, ни у кого не вызывает сомнения, что это явление было. Вот это, вот это, вот в этом и я убеждён. То есть здесь как-то так сфантазировать невозможно. И потом все вот и гипнозы, и тестирование ребят, и опросы ребят, в общем-то, это всё говорит о том, что действительно это явление было. Но что могли найти учёные на месте посадки НЛО? Бывают ли там вообще какие-либо следы? Исследователи из космопоиска не раз проверяли такие сообщения и утверждают, в некоторых случаях результаты могут быть. Мы выезжаем на места наблюдения НЛО, мы замеряем как раз, опять же, физические параметры окружающей среды, которая внутри, место, над которым, по крайней мере, видели какой-то объект, ну и окружающего пространства. Особенно интересны результаты замеров, полученных не только на местах посадок НЛО, но и после пролётов неопознанных объектов. Там исследователи находят так называемые круги на полях. Аномалия проявилась в том, что напряжённость электромагнитного поля там была немного, внутри круга была немного выше, чем за его пределами. Уровень радиации там был в полтора раза ниже, чем обычный уровень радиационного фона. Но это характерно для мест посадок НЛО и мест зависания НЛО. Это как раз отличительный признак. До сих пор множество очевидцев НЛО никому не рассказывают об увиденном. Общественное мнение может осудить этих людей. А большая часть СМИ высмеет. По мнению Роберта Салласа, который много лет исследует этот феномен, такая политика насаждается намеренно. Я абсолютно убеждён, что этот феномен определённо настоящий. И лишь небольшая группа людей действительно знает, что происходит. Они намеренно держат публику на расстоянии, отодвигая эту тему в область насмешек. Они продвигают высмеивание этой темы в СМИ. Роберт Саллас утверждает, что обнаружил следы деятельности международной группы, которая знает правду об НЛО и старается держать её в тайне. Неизвестно, имеет ли отношение эта структура к России. Но к США и Европе возможно. Они, вероятно, принимают решение о том, что делать с той информацией, которую они получили. Не только информацию, но и артефакты, такие как упавшие корабли, захваченные внеземные существа, если хотите. А также существуют внешние группы поддержки, такие как разведывательные службы и военные. Они отчитываются перед центральной группой. Факты показывают, что 1989 год был отмечен активностью неопознанных летающих объектов во всём мире. Весь год газеты пестрели заголовками о бельгийских треугольниках, о крушении тарелки в Южной Африке и о слепительном объекте над шоссе в Гватемале. Чем был знаменателен этот год, кроме ряда масштабных политических перемен в мире? С чем связано нашествие летающих тарелок? Ответ на этот вопрос предложил Игорь Соколов. Он много лет исследует феномен НЛО. На это его вдохновил случай, произошедший в детстве. Мне было 13 лет. Я отдыхал у своих бабушки с дедушкой в городе Сызрань в частном доме. И вот однажды ночью почувствовал, что какая-то сила неведомая меня просто приподняла с кровати, и каким-то чудесным образом я вот по воздуху перенёсся на дамбу. По словам Игоря, он оказался на дамбе, в чём был, и не мог пошевельнуться. Затем он увидел, как над тёмной водой возникла белая матовая сфера. Она висела неподвижно, метрах в двух от поверхности реки. Внутри неё проявился женский силуэт. Женщина, она была в таком белом, светлом, таком облегающем одеянии. По-моему, у неё был какой-то пояс вот с такой крупной массивной пряжкой. Потому что я помню, что вот на этом самой вот одежде был какой-то типа символа. По-моему, это была всё-таки пряжка. И она была со светлыми волосами длинными. И что меня больше всего поразило, то что у неё были очень крупные синие глаза. И даже вот сами белки, глаз, они были такого голубоватого цвета. То есть мне казалось, что они просто светятся. И вообще от неё такое, как свечение такое. То есть, видимо, энергетика была очень высокая. Мальчик пытался заговорить и спросить, кто она такая и что ей от него нужно. Однако он не мог даже открыть рот. Чувствовал себя, будто в тисках. Потом я почувствовал, что у меня в голове такое... Произошло как типа щелчка или что-то такое, вот как радио включают, когда настраивают волну, вот такое-то жужжание. И потом на русском языке она со мной начала разговаривать. То есть она как бы поздоровилась, успокоила меня. То есть я быстро пришёл в себя и успокоился. Весь мандраж у меня пропал. Вот. И мы с ней стали о чём-то беседовать. Как утверждает Игорь Соколов, разговор шёл о высоких материях и духовных ценностях. С годами он не так хорошо стал помнить подробности. Затем женщина пригласила его посетить её мир. Но я отказался, потому что всё-таки испуг был достаточно такой серьёзный. Я боялся, что меня заберут и обратно уже не вернут. Единственное моё желание, в принципе, оно было попасть обратно домой. Мальчик очнулся утром в своей кровати. Сначала он подумал, что это был сон, но потом ощутил, что странно болят мышцы челюсти. Возможно, вследствие напряжения, которое не давало ему заговорить. У него нет доказательств, что всё произошло наяву. Но с тех пор он всю жизнь ищет объяснение тому, что пережил в детстве. Я вот помню, что эта женщина, она в конце нашей беседы, она сказала, что мы ещё раз встретимся. И, в принципе, всю свою жизнь жду этой встречи. Как бы верю, что эта женщина существует, что она представитель какого-то, не знаю, народа или пришельцев, или расы, которые, может быть, наблюдают за землянами, может быть, учат нас, как развивать свою цивилизацию именно в духовном аспекте. Многолетняя аналитика данных об НЛО привела Игоря к теории, что люди видят корабли пришельцев из других миров. Их внезапное появление наводит на мысль, что эти аппараты умеют путешествовать через пространственно-временные коридоры, которые связывают параллельные миры. Я в последнее время больше прихожу к выводу, что многие пришельцы, они проникают в наш мир каким-то порталом, то есть из параллельного или из какого-то сдвинутого мира. И, возможно, они могут путешествовать, вот как люди путешествуют между континентами, они могут путешествовать между этими мирами. С этим склонен согласиться и Александр Загоренко. Если эти объекты презирают законы земной физики, значит, их пилоты знают об устройстве Вселенной больше нас. Некоторые говорят, что якобы летательные объекты с другого измерения, а сейчас ученые уже давным-давно доказали, что их не три, не четыре, а даже больше, и все они имеют права на существование, и якобы в них тоже может быть жизнь каким-то образом. То есть одни считают, что с другого измерения, третий считает с космоса. Возможно, здесь и кроется тайна 1989 года. 13 марта ученые зафиксировали сильнейшую с начала космической эры геомагнитную бурю. На Солнце возникли небывалые по величине пятна. Затем поток солнечного вещества атаковал Землю. Буря вызвала помехи радиосвязи во всем мире. Масштабные сбои в энергосетях северных стран, полярные сияния, почти на экваторе и даже в Крыму. Не исключено, что эти явления как-то связаны с работой порталов между мирами. Исследователи выдвинули эту теорию при анализе географии НЛО. Есть явная закономерность между геомагнитной активностью и их появлением. У нас есть карты геомагнитного поля Земли. То есть мы накладывали также слой этой карты и там тоже заметили одну закономерность. В местах, где сильно меняется напряженность этого геомагнитного поля, эти места тоже совпадают с местами наблюдения НЛО. НЛО действительно часто видят возле высоковольтных линий электропередач и других объектов энергетики. Что они там делают? Заряжаются энергией? Возможно, по этой причине их интересуют части стратегического назначения. Как бы там ни было, от них идет большое излучение. Радиоизлучение, электромагнитное излучение, потому что все, извините меня, связано с электричеством, с приводами. Что дает координату по месту, по цели. Их, скорее всего, интересует, что же там происходит. Это наглядно иллюстрирует недавний хорошо проверенный случай под Пензой. Дачница Ирина Кононова осенним вечером уходила с участка и закрывала калитку, когда увидела нечто странное. Руководитель Пензы «Космопоиск» Владимир Кокольников тщательно зафиксировал ее наблюдение. В темнеющем небе Ирина Дмитриевна заметила объект прямоугольной формы малиного цвета. Во время движения он деформировался. Из прямоугольной формы он превратился в трапецию с прогнутыми краями. Внутри этой трапеции она заметила черную фигурку. Вот как описывает это сама Ирина Дмитриевна. Никакого у меня испуга не было. У меня, наоборот, такое возбужденное было состояние, как бы радостное, наоборот, что я это увидела. И меня заинтересовало то, что резко стал спускаться вот эта вот форма вот этого НЛО, или я не знаю, что это такое. И стал резко менять форму. Интересно, что малиновое НЛО будто покрывала тонкая сетка. И увидела я там сетку. Ну, вот внутри как бы или снаружи, я не знаю, вот получилось как будто это сетка. А в сетке мне показалась форма даже вот пешеходного человечка. Как вот пешеходный знак, вот когда мы переходим, да. Руки вот так вот у него, и ноги расставлены. А вскоре другая жительница пригорода Пензы, Элеонора Сорокина, проснулась ночью от сердечного недомогания и решила выпить лекарство. По пути на кухню она увидела в окне странное свечение на вышке сотовой связи. Вот эта вышка сотовой связи, и мне показалось, что она была украшена очень огнями. Думаю, что-то ее украсили. Смотрю, одно украшение стало подниматься над другим. Потом это зависло первое. Потом двинулись вроде сразу обе вместе эти огни. Потом это призамедлилось, а второе начало подниматься с более такой скоростью. И начали они двигаться. Это двигалось быстрее, а второе оставалось, зависало. В небе висели светящиеся малиновые прямоугольники. Сердце Элеоноры Павловны замерло еще больше. Ведь часом ранее она смотрела местные новости, где был репортаж о таком же объекте, но в другой части пригорода. Разница была только в том, что я здесь составил небольшую реконструкцию этого объекта. В верхней части объекта, как бы, контур немножко расплывался и находился, как будто бы дополнительный еще источник света. Светимость объекта была очень яркой, и в верхней точке она была, как бы, наиболее интенсивной. Отсюда верхняя кромка объекта, как бы, растворялась. И Леонора Сорокина следила за объектами во все глаза. Вдруг из них тоже покажется гуманоид. Но в этот раз они просто летели по небу со скоростью примерно 30-40 километров в час и вскоре исчезли в облаках. Потом оно долетело первое до нашего дома, а это еще здесь было. Я побежала бегом из... вот у меня дом в ту сторону, 12 метров внутри. Я в угловую комнату взял там и уже начала ждать, когда это первое подвинется туда видение. Вот. Оно там показалось. Вот оно двигалось, вот как я рукой показываю. Руководитель местного космопоиска Владимир Кукольников весьма обрадовался продолжению истории об НЛО. Он не исключает, что свидетели видели один и тот же объект. Но самое поразительное, что вскоре Владимиру в третий раз сообщили о проделках НЛО. Все произошло в том же районе. Дачница Надежда Артамонова находилась в своем доме, когда снаружи раздался сильный хлопок, от которого в поселке задрожали стекла. И у меня такое ощущение было, что мне там дверь выбили. Подошла только кровать, смотрю, так же появился шар на соседнем участке. Такой крупный, светящийся. У него были резкие движения. И от туалета к домику, как бы удостоверилась, есть кто ли или нет на участке. Я наблюдала вот в это окно. Как рассказала Надежда Артамонова, шар висел над ее участком довольно долго. Немного, прям несколько метров не долетели и зависели перед окном. И здесь вот я увидела, что вниз идет голубой луч. Впереди вот прямая такая, как дверь, а вверху вот окошко такое вытянутое. А сзади вот такого стального цвета, вот этот аппарат-то, ну вот он где-то все метр два вот такого вот занимал. Потом он сместился в угол, потух, а затем вспыхнул и превратился в прямоугольник ярко-желтого цвета. Передняя часть, вот где верхнее светилось окно, оно как бы прямое было. Такого стального цвета было все. А сзади оно вот, ну где вот как бы кабины, что ли, назвать, вот где находятся люди, вот сидят. Оно такое выпуклое уже, как бы из двух частей было сложно, ну выпуклое. Из него исходил мощный ослепительный голубой луч, который шарил по окружающим объектам. А когда очевидица попыталась рассмотреть его, выяснилось, что в желтом прямоугольнике кто-то есть. И вот сколько я наблюдала, вижу, что внутри потом камеры появился вот вертикальный как бы полосат, тень. Как бы такое ощущение у меня сложилось, что там внутри ходят. Надежда Алексеевна оказалась мужественной женщиной и решила прогнать хулиганов, которые светят ей в окно. Она взяла гвоздодер и решила разобраться с существами, которые не давали ей спать. И уже буквально потянула ручку двери, ручку двери, гвоздодер у ней там на всякий случай всегда припасен был у входа. Взяла ее в руки, стала приоткрывать дверь. Я взяла гвоздодер в руки и стою, говорю, я еще вот так вот просто не сдамся, мы еще повоюем. Но вдруг произошло нечто совершенно необъяснимое. И я вот онемел, прям как вкопанное стою, и вдруг я стала резко успокаиваться. Наверное, их какое-то воздействие. И мне стало безразличное. Здесь они не здесь, они присутствуют, нет. Я им говорю, ну, я пошла спать, а вы висите, если вам здесь надо, как хотите. И подошла, говорю, а сколько же время? А свет боюсь все равно включить. Как НЛО на расстоянии могут воздействовать на людей? Можно ли считать это своего рода контактом? По опыту Александра Загоренко, пилоты этих кораблей могут и послание передать, если захотят. До поступления на военную службу он пережил странное происшествие. Наблюдал НЛО с собственного балкона. В 24 часа справа через Днепр пролетал объект в виде шара. Такого. Желто-оранжевого цвета. Абсолютно бесшумно. На высоте примерно, ну, я уже могу определять высоту, на высоте где-то примерно 1200-1400 метров. И на удалении в пределах 800-1000 метров. Размер его было примерно, ну, сравнить с арбузом довольно большой. И светился. Звука не было, как положено, от летательного аппарата, работающих двигателей. Ни шума, ни шелеста, абсолютно ничего. Как вспоминает Александр, во время пролета этого шара кто-то дал ему приказ. Это не фантазия моя. Я все-таки как-никак проходил медкомиссии летные, считая себя нормальным по всем отношениям. Вот якобы какой-то голос прозвучал во мне вот внутри. Не в ушах, а вот внутри. И голос был не совсем металлический, но, скажем, больше механический. Такой вот, типа, пойди, посмотри на часы. Вот с таким вот прерыванием, как-то вот, и растяжкой такой, довольно грубоватый. Вот после этого я пошел посмотреть. Владимир Кукольников составил карту пролетов НЛО и увидел определенную закономерность. Мало того, что очевидцы в разные годы видят объекты в одном и том же месте. Те и двигаются по определенной траектории. Эти трассы не совпадают с воздушными коридорами самолетов или траекториями спутников. Отсюда рождаются предположения, что неопознанные объекты, вероятно, используют энергию планеты или нашей инфраструктуры. Они движутся, эти аппараты должны двигаться не стандартными нашими понятиями силовых установок, а энергетикой. И энергия эта получается вот не из наших представлений, как мы привыкли, там, моторы, двигатели, там, туда-сюда. А вот что-то есть, когда энергетика собирается в сгусток и управляемая, эта энергия. Причины, по которым официальные власти не комментируют ситуацию вокруг НЛО, понятны. Никто не знает ответ на вопрос, что это. Десятки аппаратов ежедневно вторгаются в воздушное пространство планеты и делают, что хотят. Они пресекают любые попытки людей исследовать их. По всей вероятности, для понимания феномена НЛО необходим принципиально иной подход. Не нужно пытаться сбить аппарат, чтобы изучить его обломки. И недальновидно прогонять гуманоида табельным оружием. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА